И продолжаем андеркард нашего турнира. И прямо сейчас следующая битва. Знакомьтесь с её героями. Эль Гиганде сразится с обладателем шести силовых рекордов Максимом Барустиным. Схватка силачей на М1 Челлендж 92. 24 мая. М1 Арена. Санкт-Петербург. Билеты кассир.ру. Прямая трансляция на новом телеканале М1 Глобал и в мобильном приложении. «Ме llamo Фредди Ранкин. Вengo de España Imperial. Soy nacido en Cuba, pero represento a España. España Imperial del equipo. El mejor equipo de España. Bueno, pienso de mi rival, Máximo Lutin. Bueno, sé pronunciarlo. Maxi. Un gran contrincante. Lo conozco como deportista, como powerlistic. Hola, Máxim. Nos vemos el día 24, amigo. Todo arriba del ring se verá. Всем привет. Меня зовут Максим Барузин. Представляю клуб «Оллигатор» город Санкт-Петербург. С Фредди мы знакомы довольно-таки давно, но знакомы больше по силовым видам спорта. Начиная с чемпионатов Европы, заканчивая World Export Battle. Фредди, ты бросил вызов? Давай уже выясним, кто из нас сильнее теперь уже в рейнже. М1. Дамы и господа, впервые в истории лиги М1 Global. Настоящая битва гигантов. В синем углу рейджа боец с острова Куба представляет Team Imperial Испания по прозвищу «El Gigante». Встречайте Фредди Гонзалес! Да! Встречайте Фредди и Гонзалес. Ну что ж, дамы и господа, Фредди Гонзалес выходит на бой. 42-летний, почти двухметровый гигант, весит 142 кг, чемпион Европы по пауэрлифтингу, чемпион мира по пауэрлифтингу, человек, который на пятом десятке лет решил повернуть ход своей спортивной карьеры на 180 градусов и стал заниматься с небезызвестным Энухом Солвисом, Торосом, ветераном М1. И привел себя вот в такую спортивную форму, похудел на 40 кг и выступал уже на локальных турнирах по ММА в Испании, выступал на чемпионате Испании по ММА, ну а теперь готовится он выступить и на М1. Ну что же, очень-очень колоритный боец, будем смотреть, как он справится. А также напоминаем, что на World Express Battle выступал он против Максима Баруздина, зарубились тогда эти два стрендмена с целью выяснить, кто в силовой подготовке превосходит своего оппонента. Тогда Максим Баруздин выиграл. Сегодня вторая серия противостояния, сегодня у нас ММА на очереди. Посмотрим, как это будет на этот раз. Красному городу Риджа спортсмен представляет Российскую Федерацию. Клуб РПС из столицы смешанных боевых неопорств России и города Санкт-Петербург. Дамы и господа, приветствуйте! Максим Баруздин! Максим Баруздин! Россия! Самый сильный человек Санкт-Петербурга, обладатель шести силовых рекордов, занесенных в книгу рекордов России, мастер спорта по пауэрлифтингу Максим Баруздин. После той памятной зарубы на Орт-экспорт баттле, кубинский гигант предложил Максиму еще один поединок, и на этот раз поединок смешанных единоборств. В коях уже он был достаточно умудрен, поскольку в последние годы активно тренируется и в грэплинге, и в боксе, и даже по ММА выступал. Испанский атлет покрупнее Максима, но Максим, несмотря на свои 126 килограмм, наверное, может рассчитывать на то, что он будет полегче, побыстрее, как бы это ни звучало. По отношению к людям таких габаритов. Ну что ж, Вареша Путзиновского помнится, но сейчас небывалый ажиотаж вокруг турниров КСВ, которые сейчас под 50 тысяч собирают на стадионах. Пришло время и в России провести бой настоящих гигантов, настоящих силачей. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Марко Брорсон отважился гигантов сегодня рассудить у нас. И разнимать, да? Когда, когда все будет слишком опасно для кого-то. Что ж, смотрим. Ну что ж, да, что получится с этого эксперимента? Здоровые по-настоящему парни у нас. Поединок стронгменов начался. Максим сразу пошел вперед. Взбивает он Фредди от личной двойки. Пытается накрыть и добить его. Видим мы. Фредди крутится по ним. Ох, Максим начал, да! И что же... И Максим Барузин одерживает победу, дорогие друзья! Вот это да! На Фредди Эль Гиганте! Да, 2-0! 2-0 в этом противостоянии. Не только по правилам. Ворпекс спорт баттл выиграл Максим. Но мы видим и в ММА тоже. Да! Скоротечен был этот поединок. Ну, ожидаемо, да? В общем, очень скоротечный поединок. Ну что ж, Максим положился на то, что ему Артур Корчевный советовал и ставил все эти вот дни. Мы видим, Вадим Финкенштейн доволен вот этим экспериментом, видимо. Наблюдает он за боем двух этих гигантских гладиаторов. Ну а публика встретила вроде бы... Очень положительно, да? Очень положительно, да. Ну что ж, дорогие друзья, почему бы и нет? Почему бы и нет? КСВ смогло с этого стартовать, с Родосферу. Появился у нас шанс провести такой бой. Интересно, остановится ли Максим на этом достижении? Кто знает? А то, глядишь, сейчас еще и победителю боя Харитонов и Зикин вызов бросит. Ну, мы говорили с Максимом. Он сказал, что он к новым вызовам готов. Ему интересно. Ну да, человек, который любит пробовать всегда что-то новое, поэтому он и цинический экстрем-поварлифтинг. Как мы помним, начинал-то Максим вообще с хоккея. Хоккеист, да. Восемнадцать секунд потребовалось Максиму. Одержит победу над своим коллегой и вечным противником Фредди Эль-Гиганте и на бойцовской арене. Скоротечный, веселый бой мы наблюдали. Посмотрим лучший его момент. Лучшие секунды, лучший момент. Максим. 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 Субтитры создавал DimaTorzok